Всем привет, всем добрый вечер, с вами Марсель. Ну и сегодня, как всегда, уже по традиции, да, в 9, полдесятого примерно в такое время. Удобное, комфортное время, в принципе, для нас, для всех, потому что большая часть людей, подавляющее большинство людей, находятся где-то на работе, чем-то занимаются днём, да, нам не до каких-то эфиров. За тем исключением, когда очень это тебе самому или самой нужно. И, конечно, ты приходишь на этот прямой эфир найти для себя некоторые, скажем так, ответы на те вопросы, которые тебя интересовали и беспокоили. Особенно касаемо тех ситуаций, когда мы приходим в интернет и найти для себя достойный заработок, да. Ну и чтоб он был понятным, простым, честным, прозрачным. И чтоб там было всё понятно, да, что там делать и как там зарабатывать. Все мы этого хотим, если не хотели, то жизнь нас прибила, да, к тому, что мы, значит, по каким-то причинам в этот интернет пришли. Так вот, тема сегодняшнего эфира, значит, первые шаги в интернет-бизнесе, с чем его едят и так далее. И кому это нужно? Ну, в первую очередь, нам всем, да. Почему? Потому что там тоже живут деньги. Зачем мы сюда приходим? Наверное, не для того, чтобы деньги терять, да, а для того, чтобы их научиться зарабатывать. Потому что есть такое словосочетание или такая фраза, такая мысль, да, бытует, существует, то, что если мы делаем вид, что мы работаем в интернете, то интернет делает вид, что он платит. В большинстве случаев так и происходит. Мы вроде бы тут, а вроде как бы и не тут, да. Вроде мы что-то делаем, а доходов нет. Соответственно, такое изображение бурной деятельности, соответственно, оно приводит к чему? Ну, привет, привет всем, кто присоединяется. Очень рад всех видеть. Не забывайте ставить сердечки и лайки. Естественно, когда мы что-то стараемся, что-то делаем, да, и у нас что-то не получается, в большинстве случаев характерно любому человеку руки опускаются. Тут даже удивляться не нужно, потому что давайте возьмем любую отрасль или сферу деятельности, жизнедеятельности человека, а везде так. Не получается, плюнул, пошел на другую работу. В интернете примерно то же самое. И каждый раз вот в голове какие-то мысли, приветствую, мысли и какие-то вопросы возникают, да, по поводу этого. Как эту тему так вот раскочегарить, да, чтобы она перестала быть, носить такой, скажем, эмоцию страха для людей, которые говорят, вот, что я там буду делать, там надо приглашать, звать, да, а пирамида, может, это не пирамида, еще что-то, да. Очень много всяких таких вот таракашек у людей в головах. Они мешают сосредоточиться, они мешают эти вопросы понять, что надо делать, да. Найти время, да, время же надо найти, чтобы понимать, да, что там будешь делать в этом интернете. А времени у нас нет. Почему? Ну, мы другим чем-то заняты. И для того, чтобы... Очень важный момент, да, я это сделал. Для того, чтобы определиться, первое, всегда нужен какой-то план, да. Если у нас есть план, это хорошо, потому что мы пришли деньги зарабатывать, у нас есть первое, это цель, да. У нас есть какая-то цель. Мы же зашли в интернет, да, зашли. Цель, конкретная цель. Научиться зарабатывать или зарабатывать. То есть, сначала у нас цель. Цель, да. Прийти в интернет, да, ты пришел уже в интернет, все, вот ты в интернете. Ты в социальной сети, там еще где-то какой-то ролик смотришь, да, какую-то презентацию чью-то. Кто-то тебе дал. Не важно кто, не важно, что ты смотришь. Самое главное, что у тебя была цель прийти в интернет. Ты ее начал реализовывать, делать первые шаги. Первые шаги связаны с чем? А, что-то взять какую-то информацию, презентацию, какой-то ролик, да, почитать, послушать, посмотреть, о чем там. Если тебе это не зашло, все, ты ушел. Ну, как правило, в большинстве случаев, если мы понимаем, что надо что-то делать, а мы уходим. Это нормально. Всем добрый вечер, да, приветствую всех, кто присоединился на прямой эфир. Вторая ситуация, что цель-то есть, и вроде желание есть, да, но есть страхи. И вот эти страхи, они мешают твоей цели осуществиться, да, твоему желанию, твоим потребностям осуществиться. Почему? Ну, страх, он, как правило, самый большой, наверное, подводный камень, который ждет человека, когда он начинает заниматься каким-то новым делом. И если страхи начинают тобой управлять, то ни в каком бизнесе, ни на какой работе, привет-привет, будет, не важно на какой работе, не важно, чем ты занимаешься. Если ты изначально уже боишься того, чем ты будешь заниматься, ёлки-палки, не ходи туда, и всё. Не важно, кем ты будешь, и что ты будешь, где ты будешь. Просто достаточно выбрать такую профессию, где нету страхов. Но с другой стороны, например, возьмите, да, вот, врачей, хирургов. Вы думаете, они стресс не испытывают? Что если они что-то сделают, не дай бог, не так, это может повлиять на жизнь и здоровье других людей? Добрый вечер, мне очень приятно, что вы пришли. И согласитесь, естественно, огромный риск и огромный страх за человеческую жизнь. А когда ты в интернет приходишь, ты к чего или кого боишься? Боишься того, что у тебя ничего не получится? Но это первое то, что тебе мешает и помешает добиться своей цели, да? Ты цель поставил, ты пришёл в интернет, у тебя есть какие-то мечты, у тебя есть какие-то планы, какая-то стратегия. Это, возможно, твоя, своя, да? И тут появляется, значит, страх. Да? Только пришёл и тут же сделал шаг назад. Да? Или сделал два шага вперёд и шаг назад. Или сделал один шаг вперёд и десять назад. Вроде пришёл, начал разбираться. Как только ты понимаешь, что всё, надо подключаться в бизнес, всё, мне дали ссылочку пригласительную, да? Всё, нужно, значит, найти время там, пройти регистрацию в компании, значит, внести определённые деньги. Потому что, ну, мы же пришли деньги зарабатывать, мы же не можем просто сесть в телефон. Он сел такой, да, такой весь фломастер достал такой, открыл его, и сидишь такой, зарабатываешь деньги. Такой весь такой бизнесмен такой. Шо ж ты до сих пор не зарабатывал, раз такой весь такой крутой и смелый, да, и вроде в интернете, да, и вкладывать ничего не надо. Вот сиди, сиди и зарабатывай. Давайте посидим, немножко позарабатываем. Кто сколько заработает, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Давайте, да, как, не то, что минута молчания, да, а давайте позарабатываем деньги. Вот я кофе попью. Вкусный кофе. Такой не горячий, такой прям вот чуть выше температуры тела. Ну как, много заработали? Скажешь, Марсель, ты что, совсем кретин? Я скажу, нет, а ты? Если уж мы пришли в интернет, нами что-то двигало, желание научиться зарабатывать деньги, да, охренеть просто, зашибись. Вот ты в интернет пришел, у тебя есть телефон, у тебя есть ты, ты самый важный человек, не какая-то куча там, команда, еще не важно кто, ты. Ты принял решение, не буду писать, да, ты принял решение, все, ты такой весь важный такой, все, я сейчас в интернет-бизнесе, сейчас я тут начну зарабатывать, такой сел и зарабатываешь, что-то не зарабатывается. Ну понимаете, есть такая интересная штука, вот одно дело, это наши цели и хочушки, да, сейчас я тут приду и научусь, а другое дело, это действие. И как только надо выполнять действие, перед нами появляется вот этот вот товарищ, а вы знаете, кто это? Это человек в зеркале. Вот я так и назову заставку, да, вот заставку на этом видеоролике, и обязательно здесь, и в YouTube, и в ВКонтакте выложу. Напишу, человек в зеркале, на самом деле, что мы имеем? У нас на самом деле на всякую ерунду всегда найдется миллион возможностей в интернете что-то делать, но никак не зарабатывать деньги. Прожигать жизнь, да, смотреть всякие прямые эфиры, которые не приносят нам денег. Возможно, в будущем то, что мы там в интернете просидели какое-то время, да, а время бесценный ресурс, всегда нужно об этом помнить, то это могло повлиять на нас в будущем, конечно же, да, чтобы понять и усвоить одну простую штуку, что оказывается в интернете простые люди, такие как ты. Вот тот чел в зеркале, да, подойди к зеркалу, вот тот самый чел там, неважно пол какой, он, она, возможно, оно, такое тоже бывает, да, сегодня Александр, завтра Александра, да, или наоборот. Такое тоже существует, миллиард примеров. И самое удивительное, все эти люди публичные, они ничего не боятся и не стесняются. Почему? Они понимают, что благодаря интернету это можно монетизировать. Да, классно же, классная идея, да, заработать денег. Скажите, что, уважаемые подписчики, меня зовут, значит, Марсель, сегодня последний день, как я буду зваться Марселем, завтра я стану Марьям. Классно же, вообще суперская идея, да, у тебя будет миллион просмотров, они все будут ждать, пока ты станешь Марьям. А потом ты напишешь, ребята, ну я что, совсем дурак, что ли, да, мне что, делать нечего. На самом деле, какая-то львиная доля людей, они будут верить. Я вот не понимал, да, вот эту фразу, вот, львиная доля людей, а это, оказывается, большая часть людей. Вот, соответственно, большая часть людей, конечно, в это поверят и будут ждать. И, в конце концов, когда они обломаются, что их ожидания не подтвердились, их просто, скажем так, лоханули, обманули, да, что это все фейк был, чтобы привлечь внимание аудитории, подписчиков. На самом деле, это, как бы, ну, где тут, какие тут деньги, какой тут бизнес? Понятно, что ты станешь популярным. Вот, помните, в свое время к Малахову приехал на передачу, чел такой, не помню, как зовут, но у него с головой точно не все в порядке. То есть, он вкалывал себе в мышцы, да, руки-базуки, елки-палки, да, вот, у него, ну, вот, искренне жалко человека, и искренне жаль его родителей, да, потому что, ну, где? Зато что он? Ты что? Он популярный. Неважно, у него отвалятся эти руки когда-нибудь или нет, но он популярный. Почему? Потому что мы живем век интернета, надо, нужно понимать, что интернет, он очень хорошо монетизирует наше время, если мы какую-то вообще дичь просто можем заявить, да, и потом реализовать на практике. Но мы-то ведь пришли не за этим в интернет. Мы понимаем прекрасно, что людей придурковатых достаточно. Их, кстати, очень много в интернете. Но мы пришли ведь не этим заниматься. Мы хотим нормально, по-человечески зарабатывать деньги. У нас есть цель, да, у нас есть человек в зеркале, который нам мешает это делать, да, воплощать свои цели и свои потребности реализовывать. Почему? Потому что вот этот самый товарищ там, да, он долгое время не будет, он будет долгое время мешать вам. И в тот момент, когда вы с ним подружитесь, значит, скажете, так, все, ты мне мешаешь, все, просто-напросто откинуть в сторону все сомнения и скажете, а как же, как, как? Ну ведь кроме того, что ты с ним подружишься, еще нужно понимать, что ты же в какую-то компанию пришел, и что ты там в этой компании будешь делать? Если это значит, ты пришел на работу, на работу, да, на работу, куда-то устроился на работу, неважно какую, ты понимаешь, что у тебя есть должностные инструкции? Ну, как бы трудовой договор, как правило, подписывают, да, между работодателем, да, подписывают же, что-то там делают, что-то ты будешь вот это, это делать там, продавать, сортировать, носить, грузить, сушить, вешать, я не знаю, чего угодно, резать, пилить, неважно. И в тот момент, когда ты понимаешь, что вот за определенный объем времени и действий, когда ты там что-то поделал, ты то есть что-то делал, и время на это ушло, правильно, даже не может само по себе происходить. Тебе будут платить определенный какой-то фиксированный или плюс там какой-то премиальный фонд. Ты понимаешь, что для тебя это мотивация. Но почему-то в этот момент вот это вот не беспокоит никого. Ты что, никаких проблем нет, всё, я пошёл, буду носить, грузить, возить, ломать, копать, неважно. Это такая интересная штука, что когда никакой ответственности ты сам за себя не несёшь, вот этого товарища в зеркале нету. Понимаете, какая интересная абракадабра получается? У тебя есть цель, зарабатывать деньги. Классно, ты молодец, умничка. Опять же, умничка, да, умник, умница, неважно, пол не важен. Те сказали, надо носить, таскать, грузить, продавать, копать. За это ты будешь получать деньги. Ты говоришь, хорошо, всё, когда выходить на работу? Да хоть сейчас. Сейчас, соответственно, почему-то в этот момент, когда у тебя была цель, цель заработать денег, ты про этого товарища в зеркале забыл. Удивительно, да, как? Как-то странно получается, что когда твоя цель, зарплата, 30 тысяч рублей, там, или 20-35, напишу, тысяч рублей, то вот этого вот нету. Вот этого нет, когда вот так. И тут интересная такая штука получается, что как только вдруг, каким-то чудом, ты там поработал, наработался, и ты понимаешь, что ты такой весь такой уже в себя поверил, думаешь, не, а что-то мне 30 тысяч, что-то маловато. Да и задерживают почему-то, да? Заколебало вот тут, что такое? И задерживают почему-то, да? И что-то как-то, и коллектив какой-то не такой, тухлый, да? И вообще, в каком направлении я движусь? И когда человек, например, год, там, полгода, полтора, три года, пять лет поработал в каком-то там направлении, неважно в каком, где вот 20-30, там, 40 тысяч, и понимаешь, что, блин, да ёлки-палки, а что происходит? Что-то всё дорожает, денег всё меньше, забот всё больше, да? Что-то начал таблетки какие-то покупать, зубы там ремонтировать, да? Что-то ни на что не хватает. Если кредиты не брал, что-то начал кредиты брать, что ж такое-то? И начинаешь думать, блин, надо валить оттуда, потому что там неинтересно, и у тебя появляется ещё одна цель. Снова пишем цель, пишем нашего друга в зеркале под названием страх, и мы снова вот сюда пришли, оттуда, да? И тут появляется человек или компания, да? Человек, компания, или предложение, не знаю там, что там появилось, да, неважно, но появился, скажем так, луч света в тёмном, таком, огромном, тёмном месте, да? Назовём это так. И этот луч света привёл тебя в компанию. А в этой компании, оказывается, вот то, сколько ты там получал, это, оказывается, вообще даже за деньги не считают. Так, на мороженку. И ты такой думаешь, да ну, не может быть. И думаешь, не, это пирамида. Тут так не бывает. И, например, когда начинаешь задавать, человек задаёт вопросы, человек задаёт вопросы, расскажите, да, покажите. И такая ситуация может возникнуть, что этот человек, который от вас узнал какое-то предложение, информацию, он вас где-то увидел, услышал, меня, вас, неважно. Он начинает, значит, искать. Это самый безопасный способ, да, поискать, почитать отзывы, ещё что-то почитать, кому-то там написать, спросить. Это всё, конечно, здорово, потому что человек проделывает действия. И самое удивительное, когда этому человеку не один человек уже, да, а группа людей разных, возраст и пол тоже может отличаться, которые находятся в этой компании, они ему говорят, если здесь, если там ты 5 лет получал по 20-30 тысяч, то здесь, если ты поставил цель и идёшь к результату, к своему, да, благодаря определённым действиям, то этот результат может тебя, скажем так, не то, что ты можешь быть не просто удивлён, да, какие возможности, какие возможности перед тобой открываются, а именно ты, наверное, даже и не поверишь в это. То есть ты будешь читать реально, что вот на белом листе бумаги написано чёрными буквами, ты не будешь этого видеть. Я не знаю, с чем это связано, наверное, с тем, что, скорее всего, такое финансовое мышление или его отсутствие, или такое образование, да, или недообразование в этом направлении, или узкое мышление. Ну, нельзя, да, тут определённо как бы повесить, повесить ярлыки, что вот это так, а это так, что он такой косой, кривой, он не проснётся, да, он всегда будет в спячке, этот человек, он никогда тебя не услышит. Как правило, это один-три дня человек или принимает решение, или он конкретно его не принимает и говорит, я проанализировал, это не моё, и он тебе сказал. И может объяснить, почему он это сказал, что это не его, нет, и что. То есть, а если он это объяснить не сможет, ты просто, значит, ты получишь от него ответ когда-то, это значит, что человек, скорее всего, застрял там. Ему там хорошо, и, наверное, он вернётся туда, откуда он пришёл. Или же он так и будет искать. Соответственно, приставать к такому человеку бесполезно. Я уже убедился в этом, да, и вам не советую лезть. Всё, пусть гуляет. Пусть идёт туда. Вот где он там за 20 тысяч работал, это его место. Почему? Ну, потому что, как только мы его отпустим, наша энергетика готова принять другого человека. И когда мы не то, что мы ждём его, да, а мы просто начинаем продолжать то, что мы делали. Мы же уже в компании, и раз мы в компании, значит, у нас, во-первых, есть и партнёры, с кем можно посоветоваться, и наставники вышестоящие, да, ну, и, соответственно, у нас есть огромная пища для работы, да, у нас есть пища для размышления, а как вырастить свой личный бренд, как стать экспертом. Нужно многогранно подходить к вопросу, изучать всё. Как работают соцсети, как работает рекрутинг. Да ёлки-палки, читать всякие книги умные, да, то есть, ну, ну, параллельно ещё что-то надо делать, потому что если в это уйти, тоже можно там зависнуть конкретно. Потому что если к тебе не будет приходить человек, соответственно, а как он к тебе придёт? Ну, давайте вспомним, да, про товарища, который хотел поменять пол и рассказал об этом всему белому свету. Ну, давайте будем делать это в прямом эфире. Давайте будем рассказывать о том, что есть бизнес. И нужно учитывать, что в определённый момент времени, в определённый момент времени нас будут видеть абсолютно разные люди. Подписан, не подписан, случайно, который зашёл в соцсеть, может, у него телефон, он телефон купил, только что, вот, сегодня, в рассрочку там, в кредит, или ему подарили на день рождения. И он зашёл такой, хоп, ему внуки, дети там установили, социальные сети, и у ты у него вылез. И ты ему понравился. Не тот следующий, которого он увидит, а именно ты. Откуда ты знаешь? Поэтому мы что делаем? Мы должны изучить соцсети. Мы должны так сделать, чтобы соцсети работали на нас. Как это сделать? А вот сиди и изучай. Сиди, изучай, как работают соцсети. Нажимай кнопки там, я не знаю, Google, YouTube. Пока нет результата. А что, как, если результата нет? А что делать в этих соцсетях? Так изучи соцсети и расскажи, что ты начал в этом бизнесе с изучения соцсетей. Вот тебе, пожалуйста, тебе обязательно кто-нибудь зайдёт. Ты кому-то понравишься. И на самом деле я вам не просто так говорю. Потому что на сегодняшний день, если первая социальная сеть, с которой я начинал, скажем так, помирился, подружился, и послал куда подальше товарища, который в зеркале, собственно, тот неуверенный я, вот с этими тараканами, да, то на сегодняшний день люди начали меня находить в социальных сетях в разных. И спрашивать, Марсель, расскажи о бизнесе. Меня это удивляет, меня это интригует. Я не буду лукавить, меня реально это интригует. Мне это по кайфу. Я кайфую от этого, потому что меня кто-то где-то видит. Откуда я знаю, когда они видят? Вот если в YouTube зайти. Прошлый прямой эфир я выложил в YouTube, скинул ссылочку, значит, в свой Telegram-бот, там, значит, в свой Telegram-канал и в Telegram-чат команды. Посмотрел просмотров за 24 часа 16-17, а сейчас 40. Кто эти 27 человек? Ну, кто они такие? Или там 25 человек? Я уже этого не знаю. Другой момент, что и комментарии не пишут. Не знаю, почему, наверное, или не умеют, или пока стесняются. Но меня это не важно. Почему? Потому что, если сегодня-завтра там 20, 30, 40 человек, то через месяц, через 3 месяца, через полгода, там будет 500 просмотров, 800, тысяча. Пока эти просмотры там появятся, придут новые подписчики, которые меня увидят в другой соцсети, а там будет ссылочка на мой YouTube. Так что мы имеем? Мы имеем теперь не вот этого товарища, не то, что мы его имеем, да, а мы имели отношение вот с таким человеком, который жил вот по этим принципам 20-30 тысяч, ничего не боялся, ходил на свою любимую работу, и на этой, на своей любимой работе получал свое достойное вознаграждение. И в тот момент, когда ему все это надоело, он снова, он снова, да, появляется этот человек, у него цели выросли, планы, он теперь хочет больше зарабатывать, и как только он понимает, что в интернете надо что-то делать, то есть он осознает, что в интернете надо тоже что-то делать, ничего себе поворот какой, да? Вот это да. Но в тот момент, когда ему говорят, что за вот эти определенные действия ты получишь вознаграждение в 10-150 раз больше, в этот момент вот это, умноженное на вот это же, происходит. Мало того, что человек вообще ничего в этом не рубит, не понимая, да, как это работает, так он еще тут же пугается больших денег. Вот что самое главное. В интернете люди боятся больших денег. Сегодня вот мне один из, значит, партнеров об этом намекнул, что люди реально боятся больших денег, они к ним не готовы. А знаете почему? А он всю жизнь, он там за 20 тысяч работал, за 30, за 40. И когда начинаешь человеку говорить, что в этой компании можно выйти на доход миллион в месяц, в этот момент ты человека теряешь. Вот оказывается, где фишка, где подводные камни. Вот берите и пользуйтесь. Бесплатно, лайфхаком, да? Поэтому такая интересная ситуация. Поэтому какие первые шаги в интернет-бизнесе, да вообще в любом бизнесе, первые шаги, наверное, взять надо все-таки, раз мы в этот бизнес пришли, мы не должны говорить о больших цифрах. Это пугает всех. 99,9% скорее всего испугаются. Потому что они в это не поверят. они, мало того, для них все, что в интернете, это лохотрон, пирамида и так далее, поначалу, да? Понятно, что там какой-то кусочек, процент какой-то скажет, да, действительно, в интернете можно заработать, до этого надо поработать, там, я там, 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 получалось, там, не получалось, у меня есть опыт, я хочу здесь попробовать. Когда вы такого встретите, это, скорее всего, ваш козырной туз. Но большая часть людей, которые в интернет пришли, и если ты вдруг случайно сказал, я говорю конкретно про себя, я говорю про свой опыт. Человек, значит, от тебя из твоих уст слышит, что значит, тут какие-то миллионы зарабатывают, но, скорее всего, он тут же, ты этого не видишь и даже не почувствуешь, он просто покрутил его около виска и сказал, да он придурок, или он, скорее всего, мошенник. Все, ничего не буду я с ним разговаривать, переписка, как правило, исчезает, ты, как правило, попадаешь в черный список, или просто тебя игнорят. То есть, ты пишешь, человек тебя отправил в архив. Ну, папочка архив, да, сколько ни пиши, все, он ты в архиве сидишь. Ты ему не интересен, он будет вон там заниматься, вот там, за 20-30 тысяч рублей. Или он найдет вариант, где можно получать какие-то проценты, ничего не делая. Такой вид заработка, в кавычках, называется хайпы, инвестиционные проекты с огромными, огромными, огромнющими рисками. Но это тоже никто не понимает или не хотят это понимать и каждый раз верят в новые сказки и в новые легенды. Здесь, к сожалению, уже мышление человека. Если человек именно так размышляет и думает, что все эти сказки в этот раз все получится, вот как раз в этот раз его как раз снова и обуют. Поэтому здесь, скорее всего, уже неизлечимо. Или излечимо на очень большом количестве раз, когда человек много-много раз получит по носу граблями. Это был я. Я постоянно верил в эту хрень и в конце концов я перестал в это верить. И поэтому я пришел в эту компанию. В компанию BeFree. Я всегда говорю, что я постоянно буду упоминать название компании. Потому что все-таки нужно знать и слышать. Компания BeFree на сегодняшний день это феномен в интернете. Это эталон. И где нужно работать. Если ты ходишь на работу за 20, 30, 40 тысяч, 50 тысяч рублей в месяц, похвально. Начинай ходить на ту работу, где платят в 10-100 раз больше за те же действия. То есть мы там можем оставлять энергию и физическую усталость приобретать, а также моральную усталость, умственное напряжение за 20, 30, 40 тысяч рублей. Ты попробуй себя вот здесь один год. Если ты там был хороший специалист, тебя всегда возьмут обратно. Ты ничего не потерял. Ты вот тут попробуй себя вот здесь. Если мы работаем за 35, например, тысяч примерно от 7 до 12 часов в сутки, давайте смотреть правде в глаза, да, то наш доход примерно ну грубо давайте возьмем с учетом бонусов и премий. Наш доход 400 тысяч рублей. Вот. среднестатического россиянина. Если мы говорим про людей предпенсионного пенсионного возраста, эта цифра в два раза меньше. Их денежное довольствие, так скажем, да, не превышает 200-250 тысяч или иногда и 150 тысяч в год. Вот попробуй проживи. Проживи давай на 150-200. Скорее всего, у тебя будет именно такая пенсия, пока ты работаешь вон там за 20 тысяч или за 30. Просто нужно немножко включать голову и прибавляй сразу 10-15 лет к своей вот сегодняшней ситуации. а еще не исключая тот фактор, что ты можешь заболеть, потерять работу из-за того, что ты заболел. Не тебя там кто-то заразил, а ты заболел. Ты виноват в том, что ты заболел. Понимаете? Вы должны понимать, где вы находитесь. Вы находитесь вот здесь вот, да, в этом самом месте, в заднице называется. Поэтому если вдруг так получилось, что по каким-то причинам произошла потеря работы, то это только ты в этом виноват, но никак не работодатель. Если я на стройке в свое время пробил гвоздем ногу, это я виноват. Я наступил на гвоздь, но не мой работодатель. Я вообще там не числился. Сказал, кто такой? Какой-то Марсель там? Нет. Он пришел, поинтересовался, его вписали в табель. Или там куда-то в ведомость и вычеркнули, потому что он не прошел испытательный срок. Он там какой-нибудь, не подходит он нам по физическому состоянию здоровья. Он хромал. Все, иди докажи. Зовут тебя никто и откуда ты, и что ты вообще. Иди ты там доказывай своему работодателю. Я образно говорю, что ты прав. Поэтому если уж мы боимся, не боимся зарабатывать 20-30 тысяч, не боимся, сюда 20-30 тысяч ходить, делать что угодно, то почему-то мы от такой зарплаты в неделю почему-то отказываемся. Не в год, а в неделю. почему вы отказываетесь от зарплаты в 400 тысяч в неделю? У вас все нормально с головой? Вот лично у тебя, который сейчас смотришь меня, у меня, например, все в порядке с головой. Я понимаю, как эти деньги заработать. А ты понимаешь, пол твой не важен, возраст не важен. просто пойми, это реальность. А в какой реальности мы с вами жили и в какой реальности нам жить завтра, это зависит только от нас. Поэтому, когда вдруг в интернете по каким-то причинам мы встретили какое-то предложение зарабатывать большие деньги, конечно, надо сначала испугаться, скажут, что сейчас меня нагреют, пойду-ка я подальше отсюда. Но ты даже ничего и не попробовал, потому что пока что от тебя никто никаких денег не требовал. Тебе предложили попасть в гостевой чат, в командный чат, за это денег не берут. А если ты чувствуешь, что с тобой разговаривает человек, который хочет воспользоваться твоими деньгами, естественно, нужно свой внутренний голос слушать, таких много, 90% людей в интернете, которые что-то предлагают, они предлагают это только с одной целью, заработать на вас, а потом удалить свой аккаунт. Да? Был Петя, через неделю это уже какая-нибудь Алина. И, кстати, это стопроцентный факт. Просто вы про него забудете, вы же уже потеряли деньги, или вы испугались. Поэтому здесь другая ситуация. Когда с тобой разговаривает конкретный живой человек, когда этот живой человек говорит тебе, что я готов с тобой общаться, ты мне обозначь время свое удобное для тебя и для меня, давай найдем общее время для беседы. Я расскажу тебе, как работает эта компания. А если весь ты такой важный себя включаешь, что тебе некогда, а зачем ты сюда пришел? Раз тебе некогда, ему тоже некогда с тобой сюсюкаться. Поэтому все-таки если вот там за 20-30 тысяч ты работал и чувствовал себя комфортно, начинай пробовать что-нибудь другое, где платят больше, и делать там нужно меньше. Почему-то когда идет бизнес предложение заняться чем-то классным, крутым, люди в большинстве своем скорее всего шарахаются. Только по одной простой причине, как я говорил, я нашел ответ на этот больной вопрос, речь идет о каких-то миллионных заработках. Почему? Потому что реально что говорить? С другой стороны можно же среднюю зарплату 30 тысяч рублей умножить на 12, на 11 месяцев, получится 350 тысяч грубо говоря с какой-нибудь премией или бонусом. 350 тысяч в год, ну давайте за 20 лет получается 7 миллионов. Ну хорошо, классно же, 7 миллионов за 20 лет. Охрененная зарплата. Иди и паши. Только оттуда 90% денег уйдет на еду и на твой айфон, который ты брал в кредит. И на бич-пакеты. Останется у тебя там, ну скорее всего ничего не остается, потому что машины-то и квартиры так и нет, а тебе было 25, теперь уже пятый десяток. Опять же я говорю про себя, я не про тебя говорю. Айфон я в кредит не брал, слава богу. Другой момент в том, что это все образно, да, то есть когда мы получаем какие-то интересные предложения, мы, как правило, нам проще откреститься и сделать вид, что мы очень заняты. Опять же, беру себя пример, да, но когда наступает тот момент, когда ты снова это предложение встречаешь от того же самого человека, не потому, что ты к нему пришел опять, а потому, что ты его где-то в интернете увидел, пока сидел, смотрел какую-то хрень в интернете. и вот в этот момент ты понимаешь, что может быть все-таки посмотреть этот ролик, может быть все-таки посмотреть эту презентацию, может быть все-таки вникнуть в это, исходя из того, что у тебя был негативный опыт или его не было вообще, вникнуть-то надо, когда ты помирился с человеком в зеркале и понял, что здесь такие же простые живые люди, у которых у меня тут нимба и короны нет, да, ничего нигде не болтается, вот, и соответственно уже все вот это оно откуда исходит, да, просто из опыта, тупо жизненный опыт, вот, например, хороший водитель может, например, поделиться с людьми о том, вот, какие бывают особенности зимой, летом при вождении, да, какие бывают подводные камни, какие-то специфические ситуации на дороге, когда, например, кто-то прав, кто-то не прав, чтобы не создать аварийную ситуацию, профессиональный водитель, да, он скажет, что иногда можно дворами объехать полгорода и сэкономить кучу времени и бензина, если, например, воспользоваться такими вот дворами, переулками, там, какими-то, может быть, фишками, там, где есть, например, этот, как его, как он называется, кирпич, а где нет, вот, поэтому, видите, очень много, да, моментов, и каждый человек в каждой своей сфере, он специалист, вчера он был новичком, сегодня он специалист, но как он специалистом-то стал, ну, он в этой сфере уже себя попробовал, если вы там весь такой крутой специалист, но до сих пор нет за душой дома, квартиры, да, там, хорошие машины, у тебя нет кредитов, и ты на них, как бы, не смотришь, они тебе не нужны, у тебя все классно, зарплата 300-500 тысяч в месяц, или там, 500 тысяч в неделю, да, или 10 миллионов в год у тебя доход, зачем тебе все это нужно, ты живешь, у тебя классная работа, а если у тебя нет этого, тут такая ситуация возникает, ты завидуешь этим людям, или ты рассматриваешь возможности, чтобы прийти к этому уровню, или ты человек, который, скорее всего, прокомментирует всех, кого только можно и нельзя, всем там напакостит, и дальше пойдет спать, да, или дворы мести дальше пойдет, жаловаться на жизнь, ну, получается, как бы, да, палка о двух концах, вроде хочу и не хочу, могу и не могу, и боюсь и не боюсь, вроде я весь такой уверенный, все знаю и ничего не знаю, но надо определиться, начинать с себя, поэтому, когда мы приходим в какой-то бизнес, а если речь идет о компании BeFree, про другие, я не хочу разговаривать, и вообще ни с чем сравнивать, количество действий, выполненное в этой компании, оно создает некий фундамент, этот фундамент пригодится вам вообще в разных сферах жизни, вы научитесь не просто вести бизнес экологично, и безопасно, да мало того, вы еще речью научитесь владеть, я не был вот такой разговорчивый, хотя я много лет в торговле был, там ой-ой, сколько надо общения с разными людьми, начиная от всяких студентов, заканчивая пенсионерами, когда нужно найти подход к человеку, и как бы разузнать, зачем он вообще сюда пришел, и вот у меня был такой интересный экзамен, который завалил в свое время, это было очень давно, в 2004 году, в 2004, мне спрашивают специалист отдела кадров, что ты скажешь женщине, которая зашла в магазин во время дождя, я не помню, что я там предложил ей, но я не предложил ей то, что должен был, я мог ей предложить, сейчас бы я предложил, что только не предложил бы, а оказывается, я должен был предложить ей компьютер, раз она в компьютерный магазин пришла, но не просто так, скажешь, да на какой черт мне твой компьютер, а нужно было утеплиться с человеком, узнать о его жизненных каких-то моментах, пока он там согревается от этого прокладного дождя, ветреной погоды, зашел там на 5-7 минут, предложи чашечку кофе, стакан чая, может у тебя печеньки, какие-то конфетки были, на обед, который ты купил себе, поделиться с этой женщиной, согреть ее душу, вот эти 5 минут, и этого хватило бы, чтобы она купила весь магазин, если даже не за наличку, так в кредит, понимаете, вот это все моменты и нюансы, психология, галимая, тогда я не знал, еще что ответить, я говорю, откуда я знаю, что ей сказать, пришел человек, подождет, дождик пройдет, да уйдет, зачем ей компьютер какой-то, тетки бабки там с улицы, как зачем, а вдруг она одинока, а вдруг у нее нет спутника жизни, а может она хочет с кем-то познакомиться, рассказать о том, что на компьютере, на планшете, там в ноутбуке, можно значит выйти в интернет, на сайт знакомств, рассказать о преимуществах, да, что этому можно научиться, есть простые там и бесплатные курсы, как пройти компьютерную грамотность, чтобы человек влюбился в компьютер, которого у него никогда не было, который позволит ему там встретиться, познакомиться с каким-нибудь, не знаю я там, французом, немцем, итальянцем, да, залить ему там, лапши навешать там, полные уши, но она уйдет с покупкой, ну извините меня, пожалуйста, но мы в бизнес пришли, не лапшу вешать, я понимаю, это как бы можно понажимать на болевые точки, а зачем, чтобы еще больнее сделать что ли, если человек ищет дополнительный заработок, ну извини меня, ну давай как-то обнуляйся, я тебе расскажу, а если ты пришел меня тут поспрашивать про бизнес, как тут заработать денег, и такой весь важный, у тебя нет времени, или там не читаешь то, что я тебе ответил, ну извини, мое внимание, мой фокус внимания тоже, я переключу его, я забуду про тебя, и пойду сюда вот, в прямой эфир, команду подзарядить, каким-нибудь позитивным материалом, да, может у меня какие-то мысли пришли, да, как сделать бизнес красочнее, веселее, интереснее, да, чтобы как-то партнеров взбодрить, я лучше сюда внимание свое переключу, чем я буду с тобой, уси-пуси там, вот у меня такая позиция, да, я не говорю, у меня на сегодняшний день нет дохода 400-500 тысяч в неделю, но у меня есть зато куча знаний, которые позволят мне прийти к этому доходу, вот вы мне расскажите, как продавцу в магазине Эльдорадо, Мвидео, ДНС, вот вы мне напишите, пожалуйста, сюда комментарий, как в магазине Магнит, Пятерочка, еще какие-нибудь торговые, федеральные, крупные сети, может быть, кассир на кассе Ашана, или какого-нибудь другого торгового, там, магазина, Фикс Прайса, может быть, продавец, товаровед, знает, как выйти на доход, например, 400 тысяч в месяц, уважаемые, расскажите мне, пожалуйста, как вы выйдете на этот доход, да вы скажете, ты сейчас совсем чик-чирик, у нас зарплата 16, и премия 3, еще просрочки там, которые вовремя не продали нам, в виде премии тоже дополнительно выпишут, вот и весь потолок, вот он, вот, вот, даже муха пролетает, да, что получается-то, что мы готовы бесплатно работать, все сводится к тому, что примерно за еду и готовы бесплатно работать, а когда перед тобой стоит выбор, и ты пришел поинтересоваться о бизнесе, да неважно, про какую компанию вообще даже говорить, в которой нужно поработать со своими страхами, потому что ты тут никто, и зовут тебя никак, и посоветствоваться тебе не с кем, и вроде человек, которому ты написал, вроде и живой, и что-то говорит, вроде по делу, но я ему не доверяю, боюсь я его, тогда твоя дорога туда, вон там, за 20 тысяч, он же тебя не укусит, нет, так ты тогда спроси, о чем мне делать, какие первые мои шаги, и вот тот самый момент, когда, значит, речь идет о том, чтобы активировать бизнес, приобрести бизнес-пакет, зарегистрировать личный кабинет, вдруг ты очень занят, вдруг у тебя нет денег, вдруг у тебя пропал интернет, завис телефон, кончилась батарейка, ну елки-палки, ну ты откуда свалился, с какой планеты прилетел, дорогой, тебе не стыдно, так говорить, или даже думать, зачем ты сюда пришел, это интернет, твой склад, твой магазин, вон там, вон, 350 тысяч в год, это все, о чем ты мечтал, и продолжаешь жить, в этом направлении развиваться, да, что все, почему-то у тебя дорожает, и ни на что не хватает, и никак ты не можешь в этой жизни сам удовлетвориться, а потом ты понимаешь, что тебе пятый десяток, и что-то как-то все не то, и не так. Поэтому, когда мы приходим в интернет, первый друг, который тебя встретит, это человек в зеркале, который тебе скажет, что ему страшно что-то делать, он тебе скажет, что тебе страшно зарабатывать 400-800, например, да, в неделю или в месяц, потому что здесь стабильности не бывает, здесь все зависит не только от тебя, от того, какое количество энергии и времени ты этому уделяешь, если там ты на постоянной основе уделяешь время, потому что у тебя трудовой договор есть, и у тебя там есть страх потерять эти 20 тысяч рублей, потому что, блин, их не страшно даже потерять, потому что это не работа, то почему-то мы боимся зарабатывать хорошие деньги. Почему мы их боимся? Кого боимся? Чего боимся? Непонятно. Вот. Вот интересная получается у нас головоломка. У кого какие мысли есть на этот счет? Может, кто-то хочет в эфир выйти? Давайте что-нибудь, какую-нибудь тему разберем, минут так 10 и закончим, чтобы не затягивать. Поставьте плюсик. Может, какую-то тему раскачать, злободневную. С удовольствием давайте по полкам, по косточкам разберем, потому что эфир не хочется затягивать. И ваше время оно тоже не бесконечное, да? Если никаких вопросов не будет, и ни у кого не будет желания сюда вылезти, да? Ну и на этом и закончим. Так что, что хочу сказать. Первые шаги в бизнесе, тема сегодняшнего эфира, да, и человек в зеркале, не в зеркале, всегда нужно понимать, что делать-то надо что-то. Если делать, ничего не будешь, и кофе не будет на столе стоять, да? И маркер будет не на что купить. Я уж просто образно говорю, чтобы порисовать. Пальцем же не будешь по воздуху рисовать. Совсем не солидно. наверное, да, действительно, раз комментариев нет, лайки закончились. Для меня это знак, что сегодняшний эфир подходит к концу. Всех благодарю, как всегда. Низкий поклон всем, кто пришел на прямой эфир. Вообще, считаю, очень здорово периодически их проводить. Подобрал для себя удобное время и понял, да, что время вот так 9, полдесятого. Такое комфортное время для многих людей поприсутствовать и что-то услышать, как что-то для себя полезное взять. А вот теперь я вижу лайки, значит, что хоть кому-то это понравилось и было полезным. И делаю вывод, что нужно идти только вперед и не останавливаться. Остановился? Считаю, это сделал шаг назад. Если в течение недели не провел хотя бы один эфир, ты сделал большой шаг назад. Почему? Ну, этот материал кто-то послушает, этот материал кто-то увидит. Этим материалом кто-то поделится и скажет, что посмотри на этого чела, давай-ка с ним познакомимся. Зайдет на его аккаунт, а у него там ссылочка в шапке профиля, да, в телеграм. А в телеграме я провожу примерно от 16 часов в сутки, на секундочку, да, это вам не на работу ходить 8 часов в день. Иногда бывает 20 часов в телеграме сидишь. Это не значит, что я там залип туда, сел такой весь, такой сижу, работаю, там штампую бабки. Нет. Абсолютно нет. Я могу там что угодно делать. Может, я там мастерю какую-нибудь картинку для шапки профиля, да, в том же телеграме вместо каких-то специальных графических редакторов. Такое тоже делаю. Поэтому мне больше нечего сказать на сегодняшний день. Я могу пожелать только людям, которые сегодня присоединились, успеха в вашем бизнесе. Он нужен нам всем, да, и самая интересная вещь, когда ты понимаешь, что на твоем эфире людей становится не меньше, а больше, и они оттуда не уходят до последней минуты, для меня это самое дорогое, дороже всех лайков и сердечек, которые только могут быть. Вот, и на этой нотке хочу попрощаться, до скорых встреч, пожелать вам успеха, нам успеха, мне хочу пожелать успеха, да, адресую это команде, я знаю, у меня здесь сейчас на прямом эфире сидят партнеры, находятся партнеры, которые находятся в нашей, в моей команде, да, и это очень важно, это очень дорогого стоит, и я очень ценю это, потому что вы нашли время, а вы могли заниматься какими-то своими делами, потому что у всех личная жизнь, и мы должны кстати это тоже понимать, поэтому всем до скорых встреч, отличного вечера, может у кого-то уже утро, вот, до скорых встреч, всем, всех благодарю и до скорых встреч, пока. Субтитры